Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать не совсем в привычном формате, но в любом случае мы будем это время использовать и творить историю, продолжать это делать с нашим Богом, который все держит под контролем. Сегодня 1 сентября, это день знания в нашей стране. Молодые люди, дети, подростки, отроки, юноши, девушки, те, которые отправляются учиться сегодня или, по крайней мере, делается старт, отмашка для целого года. Но мы с вами ученики Иисуса Христа, и поэтому наш учебный процесс не заканчивается даже летом. И он, с одной стороны, и не стартует, потому что мы его не заканчивали, но, с другой стороны, всегда есть возможность проверить свое сердце, свою способность на восприятие чего-то большего, чем мы могли брать раньше. И поэтому день знаний — это возможность нам сегодня с вами погружаться в псалом. 118-й, который будет молитвенным псаломом или его небольшим кусочком для этой недели. Каждый раз мы с вами стартуем с каким-то текстом Писания для того, чтобы мы могли в него вникать более глубоко, чем просто прочитывать. И каждый раз, когда мы прочитывать можем в течение недели один и тот же текст, то он более глубоко будет открываться. Тот кусочек, который мы с вами сегодня берем, это с 10 по 18 стих 118-го псалма, это возможность нам молиться этим текстом, потому что каждый стих этого кусочка является тезисом. Буквальное прочтение позволит нам погрузиться в большее содержание. Всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Благословен ты, Господи, научи меня уставом твоим. Устами моими возвещал я все суды уст твоих. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои. Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего. Яви милость рабу твоему и буду жить и хранить слово твое. Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. Многие люди хотят чудес, знамений, видеть на этой земле. И с одной стороны это естественно, потому что мы сотворены духовными. Пока мы в теле, мы привязаны к физическому миру. Но наша стартовая площадка, точка отсчета, это Дух Божий, который был вложен в Адама. И поэтому открой очи мои и увижу чудеса. Но не просто чудеса, которые вокруг нас, а чудеса закона твоего. Это старт для того, чтобы и остальные чудеса пришли в нашу жизнь. Вот почему, друзья, так важно вникать в Божье Слово как можно больше. И те люди, которым очень трудно победить любой грех, любого качества, любого содержания, любого направления, то в данном случае одиннадцатый стих этого кусочка показывает нам хороший путь. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы мне не грешить пред тобой». Поэтому если слово вселяется внутрь человека, это сила для победы над любым преткновением, которое раньше было цепями или капканами. И поэтому наша молитва сейчас о старте этой недели, о старте учебного года, о старте служения вместе с вами. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас на самом деле есть такая привилегия и такая возможность молиться к Тебе и просить Твоего благословения для всех, кто начинает учиться, для всех, кто вступает в учебный год. И мы очень в этом нуждаемся, чтобы мудрость, она была открыта для нас, чтобы сознание наше было просвещаемо, а сердце было всегда наполнено Твоим Словом, наполнено содержанием небес, исходящего из Твоего сердца, из Твоего духа, из Твоей премудрости. Я благословляю как себя, так и всех, кто будет сегодня свидетелем и этого служения, этого общения, нового формата или необычного формата. Но ты будь сейчас в каждом доме, поговори с каждым сердцем индивидуально и дай каждому человеку прилепиться к Тебе, всем своим сердцем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, мы сейчас вместе с вами войдем в поток поклонения и прославления, и пусть для каждого это будет свободное движение, это будет свободный прорыв, который вы можете осуществлять там, где вы находитесь. Пусть ничто вас не стесняет, а поклоняйтесь Богу и сердцем, и духом, и душой, и телом. Потому что Бог ищет Себя поклонников в Духе и в истине. А так как Он нас сотворил тройственной природой, то пусть все, что искуплено, и дух, и душа, и тело, Ему поклоняется. Я благословляю и себя, и вас войти в это поклонение и прославление Господа. Ты нас поднимаешь, Господь. Ты нас любишь, Господь. Ты нас ценишь, Господь. И мы любим Тебя. Ты поднимаешь, любишь, ценишь. Ты восстановишь, лечишь, правишь. Ты поднимаешь, любишь, ценишь. Ты восстановишь, лечишь, правишь. Ты поднимаешь, любишь, ценишь. Ты восстановишь, лечишь, правишь. Любовь твоя велика, любовь твоя велика, ко мне Бог. Любовь твоя велика, любовь твоя велика, ко мне Бог. 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 Когда взываю, знаю, слышишь меня Когда взыву я, ты отвечаешь, вот я Когда я молю, ты исцеляешь меня Когда слабею, ты подкрепляешь меня Любовь твоя велика Любовь твоя велика Ко мне, мой, любовь твоя так сильна Любовь твоя привела меня к тебе Любовь твоя велика Любовь твоя велика Меня к Тебе. Когда взываю, знаю, слышишь меня. Когда зову я, ты отвечаешь, вот я. Когда я болен, ты исцеляешь меня. Когда слабею, ты подкрепляешь меня. Любовь твоя велика, любовь твоя велика. Ко мне Бог, любовь твоя так сильна. Любовь твоя привела меня к Тебе. Любовь твоя велика, любовь твоя велика. Любовь твоя велика, любовь твоя привела меня к Тебе. Ты поднимаешь, любишь, ценишь. Ты восстановишь, лечишь, правишь. Ты поднимаешь, любишь, ценишь. Ты восстановишь, лечишь, правишь. Ты поднимаешь, любишь, ценишь. Ты восстановишь, лечишь, правишь. Любовь твоя велика, любовь твоя велика. Ко мне Бог, любовь твоя велика. Любовь твоя привела меня к Тебе. Любовь твоя велика, любовь твоя велика. Ко мне Бог, любовь твоя велика. Любовь твоя велика, 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 любовь твоя велика. Ах, ты, Иисус, ты между вас, любимый, да, ты проявил, о, Иисус. Пусть из сердца потечет хвала тебе, пусть этот ответ на твою любовь к нам, Ты прежде возлюбил нас, Ты пошел на крест, заплатил за нас. Я славлю тебя, потому что ты возлюбил меня, И своей любовью притянул меня к Тебе. Я отдаю тебе себя, я отдаю тебе себя, Иисус. Ты поднимаешь, Ты поднимаешь меня из пепла, Ты поднимаешь меня, куда бы я ни упал, Ты со мною, Ты не покинешь меня. Если ты думаешь, что Бог тебя оставил, Он всегда с тобой, Он просто не может тебя покинуть, Он везде, Он все, что вокруг тебя, И если Он уйдет, это место перестанет существовать. Он просто не может покинуть тебя, А если ты не чувствуешь, То не будь в один чувствами, Но мы живы верой, Мы живы верой, А не виденье. Я верю, что мой отец, Он для меня все, что нужно мне, Ты мой обеспечитель, Ты мой целитель, Ты моя скала, Подними голос, Тот, кому нужен Бог. Я взываю к Тебе, Иисус, Я хвалю Тебя, Где бы ни был я, Я отдаю всего Тебя, Я отдаю всего себя. Да, я упал, Да, я был неправ, Но Ты, Ты искупил меня всего, Ты искупил меня всего, Да, я мог упасть, Но Ты вновь меня поднимаешь. Ее-еее, Ее-ее, Я твой звука, Я хожу перед Тобой, Перед Тобой, Перед Тобой И мои взаимоотношения Только с Тобой, только с Тобой, Иисус. Ты поднимаешь, любишь, ценишь, Ты поднимаешь, Ты восстановишь. Ты лечишь, правишь, Иисус мой, в моей жизни Ты правишь. Любовь Твоя велика, Любовь Твоя велика. Ко мне, Бог, Любовь Твоя так сильна, Любовь Твоя привела меня к Тебе. Любовь Твоя велика. Велика ли она в Твоей жизни, В моей она велика. Я не буду стыдиться петь о Твоей любви, Я не буду стыдиться петь, Как Ты велик, как Ты велик, Ты верен, Бог, Своим словам. Ты поднимаешь, любишь, ценишь, Ты восстановишь, лечишь, правишь. Я так жажду встречи, Я знаю, что Ты любишь, Я знаю, что Ты так же ценишь, Я верю, я верю, Ты не изменен. Я прошу, очисти меня, очисти меня, О, очисти меня в святости Своей. О, очисти меня, я так жажду встречи с Тобой, Ведь Ты еще и огонь, Я хочу быть золотом, серебром, Я хочу пройти через огонь, Я хочу очиститься, Я хочу блестеть для Тебя, Я хочу приносить плод, Я хочу пройти через огонь, я хочу, Brianna. Я хочу быть золотом, серебром, merにил прохожией. И приносишь, давай, я хочу, К ти, я лохоу, Я хочу Surf Пусть из сердца моего льется река, Пусть из сердца моего поднимется хвала. Я буду танцевать, я буду танцевать, Может, даже сейчас я не вижу победы, Может, даже сейчас война еще не началась, Битва вот-вот начнется, но я хочу прославить, Я хочу прославить Того, Кто все создал. Я хочу прославить Того, Кто все создал. Я поклонюсь Ему, я поклонюсь Ему Просто, просто за то, что Он Творец. Не за то, что Он что-то сделал в моей жизни, Не за то, что Он меня благословил, Но за то, что Он верный, за то, что Он славный, За то, что Он любящий, Никогда не оставил меня, Никогда не оставишь меня. Спасибо, Отец, спасибо Тебе, Отец. Мы знаем, что мы живем в последнее время. Господь, мы знаем, что это время Духа Святого, Когда Ты будешь двигаться так, как Ты хочешь. И мы желаем этого, Господь. И мы хотим быть участниками Твоего движения, Бог. Духа того, когда Ты будешь изливаться на нас. А мы непрестанно славить Тебя будем. Мы не устанем прославлять Тебя, Бог Святой. Не устану прославлять Тебя, Иисус Иистос, Не забуду, сколько сделал для меня мой Бог. Не устану прославлять Тебя, Иисус Иисус Иистос, Не забуду, сколько сделал для меня мой Бог. Не устану прославлять Тебя, Иисус Иистос, Не забуду, сколько сделал для меня мой Бог. В это время, в это время, в там же время, Слывается Твой Дух, и за мне свою тьма, История, Реша, Распись, Эра Духа Святого, Духа Святого Как на небе, на земле добудет воля Твоя Как муж брони, возбудит Господь ревность на меня Как на небе, как на небе, на земле добудет воля Твоя Как муж брони, возбудит Господь ревность на меня Долго он молчал, а теперь кричит, Его голос поглощает. Долго он молчал, а теперь кричит, Свою смерть так пробуждает. Эра Духа Святого, это Дмитрия, я знаю его. Эра Духа Святого, это Сам Господь на землю идёт. Эра Духа Святого, время посещения Его спада. Эра Духа Святого, это время царя. Эра Духа, Эра Духа Святого, время измияния. Эра Духа Святого, это Сам Господь на землю идёт. Эра Духа Святого, время посещения Госпада. Эра Духа Святого, это время царя. Время царя. Время царя. Вот наши руки, вот наши ноги Мы твои, мы твои Сердца открыты, стоим у порога Наш дух говорит Вот наши жизни, все наше время Славу употреби И кашу вот ноги, дай нам услышать Тебя внутри, тебя внутри Вот наши руки, вот наши ноги Мы твои, мы твои Сердца открыты, стоим у порога Наш дух говорит Вот наши жизни, все наше время Славу употреби И кашу вот ноги, дай нам услышать Тебя внутри, вот наши руки, вот наши ноги Мы твои, мы твои Мы твои Сердца открыты, стоим у порога Наш дух говорит 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 Вот наши жизни, все наше время Славу употреби И кашу вот ноги, дай нам услышать Тебя внутри, тебя внутри Это духа святого День у etern� Это духа святого Это духа святого Это прям Господь , на землю идет Эрра духа святого Время посвящения Господа, Эра Духа Святого. Это время царя, время царя, Эра Духа Святого. Время излияния Твоего, Эра Духа Святого. Это сам Господь, на землю идет, Эра Духа Святого. Время посвящения Господа, Эра Духа Святого. Это время царя, время царя, Эра Духа Святого. Это время Твое, время Твое, время Твое, время Твое. Бегайся, Господь, Бегайся, Господь, Среди нас. Бегайся, Господь, Бегайся, Господь. Бегайся, Господь, Бегайся, Господь. Бегайся, Господь, Бегайся, Господь, Бегайся, Господь. Бегайся, Господь, 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 Бегася, 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 Сейчас небожители будут соединяться с этой хвалой, которая несется из земли, из наших сердец, из места, где мы живем и поклоняемся Тебе. Я благодарю Тебя, Дух Святой, потому что Ты сегодня хочешь зайти в каждый дом и сказать «Шалом! Мир Тебе! Мир всему Твоему!» Поэтому пусть сейчас и через эти волны эфира приходит шалом, приходит целостность, приходит защита, приходит понимание сути вещей. Где мы находимся, почему и где нам надо оказаться завтра. Я благословляю каждого человека познавать Тебя лично, познавать Тебя настолько глубоко, насколько это возможно, людям на земле. Потому что мы приблизились к такому сезону, когда чудеса и знамения уже смотрят и дышат нам в лицо. Поэтому благослови готовностью войти в этот сезон во всеоружие неба. Чтобы никакая беспечность, никакая лень, никакая ложь или сомнения не остановили ни одного человека, кому Ты предназначил плыть на этом корабле и кого Ты уже туда дал подняться. Я благодарю Тебя, Господи! Я благодарю Тебя, что те шлюпки, которые еще терпят бедствия в Большом океане, пусть они как можно быстрее соединяются с тем кораблем, где Господь сам стоит у штурвала. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что мы, обращаясь к Тебе, просим и получаем просимое. Потому что те, кто верит в Иисуса Христа и кто просит во имя Твое у Отца, Ты обещал это сделать. И дела, которые Ты творишь, Ты обещал, что и Он сотворит. То есть такой человек, который верит в Тебя, Он сотворит эти дела и больше сих сотворит. Поэтому я молюсь к Тебе, Господи, чтобы каждый из нас был таким человеком, кто доверяет Тебе на сто процентов. И кто может вставать с раннего утра до позднего вечера и знать, что мы не свои, а принадлежим Тебе. И поэтому употребляй каждого из нас в своем призвании по Твоей воле в нужный момент и в нужном месте. Благодарю Тебя, что наша молитва к Тебе не тщетна. Благодарю Тебя, что наше упование на Тебя сейчас умножается этой молитвенной жизнью и молитвенным потоком. Я благословляю каждого человека узнавать Тебя лично. Узнавать Тебя в тех событиях, которые нас будут окружать на этой неделе. Узнавать Тебя потому, что Ты не дашь нам оказаться одинокими в любых ситуациях, при любых обстоятельствах. Поэтому благодатью Твоей доукрепляются сердца наши. Духом Твоим пусть питается наше сердце, разум да будет просвещен и мудрость станет нашей сестрой. Я благословляю сейчас каждого человека быть жертвенными, быть открытыми для того, чтобы эту жертву приносить к Твоим святым ногам. Потому что по могуществу Твоей славы у Тебя ничего не пропадает. Я благословляю сейчас народ Твой на тот посев, который имеет в Тебе продолжение. У Тебя нет такой ситуации, когда положенное семя в Твою почву останется мертвым. Все, что кладется к Твоим ногам и принимается небом, это умножается, это распространяется в пределах его влияния. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, что мы в этой молитве сейчас благословляем Твое Слово в нашу жизнь прийти с результатом. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Все части служения. Все, что будет происходить в домашних группах, я вручаю Тебе. Передаю под власть Святого Духа и действию ангелов Твоих. Чтобы приходили исцеления, чтобы приходили восстановления тех людей, которые оказались на обочине жизни. Чтобы молитва за упавших, отпавших, потерявшихся, заблудившихся, она была в каждой группе. И чтобы люди могли совершить эту молитву и поименно, и в целом, зная, что у Тебя никто не потерян. Ты каждого имеешь в своем фокусе, чтобы возвратить то, что было рассеяно, украдено или надломлено. Благодарю Тебя, что в Тебе силы достаточно. А у нас упование, у нас молитва, у нас ожидание, у нас согласие. Чтобы те, кто дорог нам и дорог Тебе, не остался вне Твоей воли, не остался вне Твоих путей, Твоих возможностей. Благодарю Тебя за это, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, я хочу вместе с вами сейчас прочитать один небольшой текст, но он очень объемен по своей сути, по своему содержанию. Когда-то перед очень важными событиями в моей жизни Господь дал мне его. Я еще не знала, что меня ожидает. Но, услышав этот текст, мое сердце просто затрепетало, мой дух поднялся. Я поняла, что что-то ожидает большое и значимое. И на самом деле это произошло, и Господь открыл передо мной те возможности, которые до того момента казались нереальными. И текст этот из 8 главы книги послания к римлянам, 32 стих. Насколько глубоко мы понимаем жертву Христа, насколько глубоко мы понимаем суть Христа, суть того, что сделал Отец для человечества. И если у нас есть это осознание и понимание, то вторая часть, как с Ним не дарует нам и всего, это, знаете, это такое восклицание с удивлением. Неужели кто-то думает, что тот, который отдал самое ценное, самое дорогое, что у Него есть, это Сына Своего, не дарует нам всего остального, не приложит нам то, в чем мы нуждаемся сейчас. И поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы познавали суть жертвы Христа, глубину того, что это стоило Небесному Отцу, чтобы потом сравнили с теми вопросами, в которых мы сейчас находимся и которые нам надо решать. И понимаем, что если Он о нас позаботился, прежде чем мы родились на эту землю и прежде чем вообще стали возносить молитвы к Нему, а Он уже за нас положил огромную цену, которую мы до сих пор не можем до конца осознать. И в вечности мы будем продолжать ее осознавать. Но если мы уже какой-то процент этой истины знаем или познали, то тогда у нас не будет сомнения, что Господь в каких-либо сферах нас может не обеспечить. Мы точно знаем, что как с Ним не дарует нам всего. Поэтому важно оставаться со Христом, важно держаться Его, важно жить с Ним, потому что вместе с Ним приходят благословения во все сферы твоей и моей жизни. Если ты обеспечителем видишь свою работу, свои руки, свое здоровье, свои таланты, то, безусловно, мы все это имеем от Бога. Но источник обеспечения все равно не наши руки. Источник обеспечения в том, который благословляет наши руки. Я хочу, чтобы мы сейчас могли доверить Ему нашу будущность, доверить все проекты, а их много. И вы знаете, что у нас в Церкви огромный проект, который мы продолжаем нести и на руках веры, молитвой, и конкретно делая определенные шаги. И скоро какие-то моменты мы сможем вам представить. Но сейчас я хочу, чтобы мы могли молиться пред Богом и благословить Его, Его отцовское сердце, Его любовь, Его жертвенность по отношению к человечеству. И поблагодарить Его за то, что с Иисусом Христом, с этой великой жертвой, нам все остальное дается. Как с Ним не дарует нам всего! Это апостол Павел в удивление, потому что вокруг него могли быть разные люди. И сегодня мы тоже составляем разный контингент. Но пусть в нашем сердце никогда сомнение по этому поводу не будет жить, а будет наоборот изгнанно вон, потому как мы с вами уповаем не на плоть, уповаем не на наш опыт, уповаем не на финансы, которые сейчас имеем, а уповаем на Господа, который над всем этим и знает, как нас сейчас благословить. И поэтому возьмите то, что вы принесли. И мы сейчас это семя благословим от имени Господа данным текстом Писания. И скажем, Господь, а мы верим Тебе, что Тот, Который Сына Своего не пощадил, Который отдал Его за каждого из нас, как с Ним, с Иисусом, не даст нам всего остального. И поэтому наша молитва к Богу, Господь, я благодарю Тебя, что Ты обеспечиваешь наши судьбы, наши жизни, наши семьи, Ты обеспечиваешь все, чем мы обладаем. И церковные проекты, они также в Твоем плане, в Твоем определении, под Твоим особо вниманием. И поэтому наша молитва к Тебе не о том, чтобы мы просто могли выживать, не о том, чтобы нам как-то прожить эту жизнь, а о том, чтобы то, что предназначено нам через жертву Христа, как с Ним, Ты не даруешь нам всего, Господи. Я хочу благословить каждого человека щедростью, потому что мы имеем сегодня право и привилегию сеять в почву Божьего Царства, в которой вырастают стократные урожаи и которые закрыты от пожирателей. И поэтому благослови нас пониманием того, что есть добрая почва, почва Твоего Царства, в которой мы сеем каждый раз, когда прикасаемся своими финансами, своим сердцем, своей верой, своими устами и говорим во имя Иисуса Христа, Ты пообещал, что не будет права пожирателям прикасаться к этому семени. Поэтому поставь Твою защиту, поставь Твою охрану и благослови обильным урожаем на тех полях, которые мы засеваем этим семенем, семенем, пришедшим в наши руки от Господа. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя уже сейчас, потому что Ты даруешь нам с Иисусом Христом все, в чем мы нуждаемся. И поэтому все потоки, идущие от сердца Отца, к нам приходят и поторапливаются. Слава Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословенной недели каждому и в этом направлении с обеспечением со стороны Бога в нашей жизни. Крылья Твои, безопасность моя, истинный щит ограден от Ваши. Ты защитишь от стрелы и ловца Бога, на Которого я уповаю. Крылья Твои, безопасность моя, истинный щит ограден от Ваши. Ты защитишь от стрелы и ловца, мой Бог, на Которого я уповаю. Ты Бог, на Которого я уповаю. Бог, на Которого я уповаю, имя Твоё Иисус. От сети ловца я укроюсь в Тебе, и перья Твои меня осеняют. Защита моя, защита моя, и убежище, Бог, на Которого я уповаю. От сети ловца, от сети ловца, я укроюсь в Тебе, и перья Твои меня осеняют. Защита моя, и убежище мне, мой Бог, на Которого я уповаю. Бог, на Которого я уповаю, имя Твоё Иисус. Бог, на Которого я уповаю, имя Твоё Иисус. И Бог, на Которого я уповаю, имя Твоё Иисус. И Бог, на Которого я уповаю, имя Твоё Иисус. Уповаю на Тебя, Иисус. Уповаю на Тебя, Иисус. И не послужусь, уповаю на Тебя, Иисус. И не послужусь. И не послужусь. Бог, на Которого я уповаю, имя Твоё Иисус. Ты Бог, на Которого я уповаю, имя Твоё Иисус. Ты Бог, на Которого я уповаю, имя Твоё Иисус. Ты Бог, на Которого я уповаю, имя Твоё Иисус. Иисус, на Которого я уповаю, имя Твоё Иисус. Итак, друзья, мы вместе с вами вступаем сейчас в одну из тем, которая сделает нас мудрее, сильнее. И возможности неба нам откроются ещё больше. Итак, мы с вами произносим. Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю. Моё сознание готово. Моё сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И сегодня мы приступаем к такому интересному старту темы, как сделать, или как можно сказать, мудрость сделать своей сестрой. То есть название темы «Как стать сестрой мудрости». И слово «праздник», «день знания» – это возможность нам сегодня оттолкнуться в этой теме. Безусловно, она очень объемная, и сколько времени мы в ней будем, может быть, закончится только этим стартом, но в любом случае мы сейчас в него будем погружаться. Потому что «нехорошо душе без знания», – когда-то сказал Соломон. Он понимал, что нашей душе очень важно иметь внутри вот этот ответ на запрос, на запрос к знанию. Как вы думаете, когда этот запрос открылся? Через что? И почему знание далеко не всегда приносит тот результат, ради которого, казалось бы, мы его получаем? Ведь вы помните, что на старте человечества, Адам с Евой, когда они прикоснулись к дереву познания добра и зла, там знание. Я думаю, что вы тоже понимаете, что не каждое знание полезно ребенку. Есть знание, которое ему надо подождать, получать. И с возрастом только он будет получать то знание, которое его не разрушит. Но есть огромная опасность дать знание, прежде чем созрел человек на этот уровень знания. И тогда происходит разрушение его личности. Поэтому на старте человечества, когда притянули руки к этому дереву Адам и Ева, что-то произошло. Произошел распечатанный колодец жажда к знанию. Это не значит, что у них до этого не было желания что-то познавать, но то знание приходило к ним из источника божественных отношений, из тех отношений, которые приходило знание вовремя, знание, которое их не разрушит, знание, которое им не повредит. А у нас с вами задача сегодня прийти к той мудрости, которая нам будет подсказывать, какое знание нам сейчас важно иметь, а от какого отказаться. Вы знаете, иногда любопытство приводит человека в такие сферы, когда он начинает знать то, что потом не знает, что с этим знанием делать. Он узнал информацию, он узнал что-то о человеке, о событии, и теперь не знает, как с этим жить. И начинает передавать другим, и других заражает кого-то страхом, кого-то информационным полем, где есть уничижение, суд другого человека. Поэтому нам очень важно, чтобы мудрость управляла этим процессом в нашей жизни. И, соответственно, как породниться с мудростью, как сделать ее своей сестрой. Вот это то, что нам сегодня важно на старте учебного года, на старте вот этого, этой дороги, марафона, определиться, где я нахожусь, и просто ли я ищу знания любого, любой новостью я питаюсь, либо я выбираю, что мне есть, от чего отказаться. Это не значит, что я боюсь слышать новости, и поэтому я их не слушаю, а просто понимание Божьих новостей для меня важно, потому как Библия – это та книга, которая свежее завтрашних газет. Соответственно, там я могу получать и черпать те знания, которые меня сделают сильнее обстоятельств, которые еще только наступят. Вот в чем наша с вами задача сегодня. Итак, друзья, я хочу с вами рассмотреть несколько текстов Писания, с которыми вы сможете поработать потом, уже в ваших общениях, где вы находитесь, поразмышлять, а как на самом деле в моей жизни уже проявляется мудрость, через что она проявляется, и стала ли она для меня родной, стала ли сестрой. Исайя 40 глава. «Глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу вашему, всякие долды наполнятся, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божья, ибо уста Господни изрекли это». В этом известном нам тексте очень четко понятно, что путь Господу надо готовить. И этот путь начинается с понимания, если в моей жизни, на моем пути, ни у кого-то, ни у всего человечества, начинается с самих, нас. То есть тогда, когда мы вникаем в суть вещей для себя. А насколько я понимаю, что в моей жизни есть сегодня горы, которым надо понизиться, и холмы, которые надо уравнять. Насколько это есть? А кто-то, может быть, спросит, а что это такое? Это элементы гордости и надменя, это элементы внутреннего состояния, которые требуют лицемерия. Что значит «требуют лицемерия»? Например, человек внутри себя ощущает совершенно никчемным, совершенно несостоявшимся, неуверенным. Но внешне хочется одеться в какие-то атрибуты, которые будут показывать, что «а, у меня-то все хорошо». Вот это есть та… Вы знаете, еще нечем хвалиться, но человеку хочется похвалиться, хочется показать, что «я-то не хуже других». Вот это лицемерная гордость или лицемерие, связанное с гордостью во внешнем проявлении. У кого-то есть чем гордиться, но это опять не тот путь, который нас приведет к отношениям с Богом. Поэтому всякий холм, всякая гора, им необходимо понизиться. Значит, разобраться со всем этим. А еще есть кривизна, еще есть неровные пути, которым надо и выпрямиться, и стать гладкими. Это любые компромиссы, это все, что связано с неуверенностью, которая потом выливается в какие-то лживые вещи. Потому что если человек не уверен, ему очень трудно говорить правду, особенно если где-то он не состоялся или где-то сделал какую-то ошибку. И поэтому человеку тогда очень трудно признаться, потому что есть внутри вот этот голос неуверенности, заниженной самооценки. Итак, друзья, это определенная платформа для мудрости. И когда долина, она уже подготовлена, и, посмотрите, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господне. Тогда, когда долина начинает наполняться, а все остальное выравнивается под эту долину и заполняется живым Божьим присутствием, то слава Господне не замедлит прийти в общество. Это то, о чем мы с вами молимся. А слава Господне, она обязательно сотрудничает с мудростью. Итак, наш с вами сегодняшний поиск мудрости. Мне пришлось общаться с одной пожилой женщиной уже много-много лет назад. Она говорила о своем личном откровении и о том, что Бог ей сказал из Сафонии это слово, «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». И тогда меня это слово очень зацепило. Оно стало для меня как рема. Я размышляла над этим словом вместе с ней и говорила, что это значит для нее. Она рассказала сон, который видела, что вокруг реки или внутри реки находились те крокодилы, которые, естественно, как аллигаторы, очень опасны для самого человека. И Бог говорил ей пройти, пройти по этой реке. Она стояла очень долго у реки на берегу и говорила Господь, как можно здесь пройти? Это невероятно, когда они кишат просто в этом потоке, мне не зайти сюда. И на ее глазах кто-то из смельчаков, кто бросался в эту реку, был растерзан. И поэтому она продолжала задавать Богу вопрос, Господи, что это? Почему я сегодня должна сделать такой шаг, такой выбор? И тогда она увидела Иисуса, который стоит на том берегу. Он протянул к ней руки и говорит, иди, но смотри только на меня. И она, не оборачиваясь назад, не вздирая по сторонам, стала смотреть только на Иисуса и сделала один неуверенный шаг, потом второй, потом третий. И когда она закончила путь, это буквально за несколько шагов, то она почувствовала уже твердое основание под ногами, то есть вода закончилась. И когда она посмотрела теперь по сторонам, увидела, что река позади. И не одел аллигатор, ни один крокодил не смог приблизиться к ней. И тогда она задала вопрос, Иисус, а что это? И она услышала опять этот текст. Но оставлюсь среди тебя, народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Что для тебя значит уповать на имя Господне? Что это такое? Дело в том, друзья, что Левиафан – это чудовище морское, это то, что находится в этих водах, а воды – это всегда лицетворение человеческого общества. Левиафан, он является отцом гордости. И поэтому люди, которые говорили, а я смогу, а я сам пробегу, а у меня получится, уповающие на плоть, уповающие на себя, были поглощены этим Левиафаном. И поэтому смирение – это часть мудрости. Кто-то скажет, а где эта взаимосвязь, каким образом она есть и присутствует, смиренный и простой народ, разве можно назвать мудрым? Как правило, мудрость – это что-то, связанное с высокой позицией, это что-то, связанное с каким-то огромным обилием знания. Об этом ли речь, говоря о мудрости Божьей? Посмотрите, за смирением следует страх Господен, богатство, слава и жизнь. За смирением следует. И поэтому у нас с вами сегодня есть выбор разобраться с этими горами, холмами, кривизнами, неровностями. А как мы это сделаем? Мы можем сегодня, прямо сейчас, во время этого общения друг с другом, после сообщения, после этой проповеди. Помолиться вместе и сказать, Господи, покажи, какие кривизны ты видишь в моем сердце, чтобы мне быть тем смиренным человеком и простым, кого ты оставляешь для этого последнего времени, для знамения, что аллигаторы левиафан не проглотит. Потому что я уповаю не на себя, а на тебя, Господи. И очи мои сегодня обращены к тебе. И тогда, когда мы молимся к нашему Богу о мудрости, он сказал, у кого ее не достает, просите. Просите просто, без упреков дастся. И поэтому мы сегодня с вами можем просматривать уникальнейший опыт или путь, или человека, который получил мудрость от Бога. И это зафиксировано в Библии, конечно же, Соломон. И, в общем-то, те тексты, которые мы прочитывали сейчас, кроме текста из Исаии, все остальное из притчи Соломона. И сегодня мы еще заглянем поглубже в премудрости. Но здесь и дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум. Это третья книга Царств 4, 29. Еще раз. Дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. Посмотрите, три параметра для определения мудрости в жизни человека. Мудрость, весьма великий разум и обширный ум. А как это отличается друг от друга? Уж если мудрость, вроде бы, она все должна в себя включать, оказывается, есть еще определенные характеристики. Мудрость и весьма великий разум. То есть разум, который может включать гораздо больший объем информационного поля, чем обычный человек. Может успевать перерабатывать это, получив эту информацию. Но еще и обширный ум. Поэтому есть объем, а есть качество. Действие с этим объемом. Поэтому, с одной стороны, расширение пределов для того, чтобы этот объем увеличить, а другое, уже как ум может справляться, обрабатывая эту информацию. А мудрость, это уже практическое применение всего этого. И поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы с вами могли, во-первых, обнаружить точку отчета, где мы сейчас. Она не точка отчета нашей жизни, а точка отчета сегодняшнего дня. Потому что нам нельзя оставаться там, где мы есть. Нам важно всегда быть в процессе Божьей работы, Божьего обучения. И для этого есть очень интересный совет, который мы читаем у Соломона, опять же, в притче 7 глава. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои живи и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижале сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя и разум назови родным твоим». Вот здесь есть конкретное предложение. Мудрость – это некая фигура в духовном мире. Она как-то обозначается. она как-то выглядит. Если мысли могут выглядеть и иметь образы в духовном плане, то мудрость тем паче, потому что из нее так много выходило советов для тех, кто жил на земле как цари, для тех, кто искал эту мудрость. Что мы с вами здесь услышали? У нас есть право позвать мудрость и сказать ей «Мудрость, ты, сестра моя». Я желаю, друзья, чтобы мы с вами в течение этой недели, а может быть и не одной, могли говорить в духовный мир «Мудрость, будь моей сестрой». Итак, друзья, мы с вами можем позвать разум, чтобы он был для нас родным. И для этого необходимо понимание своей части. Господь, до какой степени я уже сроднился с мудростью? Покажи мне. И ты можешь увидеть те преграды, которые тебе мешают. Опять же, зависть, гордость, сомнения, недовольство, бунт. Все, о чем мы говорили раньше, предыдущие служения, компромиссы, всякое нежелание жить в мире и в согласии. Это все то, что прогоняет мудрость. Поэтому я желаю, чтобы мы с вами, друзья, могли увидеть вот эту сейчас добрую часть. У меня есть право позвать мудрость быть моей сестрой, а разуму стать моим родным. И когда вы будете говорить разум, ты будь моим родным. С одной стороны, у нас же, конечно, наш разум родной. Но если мы понимаем, что разум сходит свыше и есть разумение Христово, и есть дух ума, вот тогда мы начинаем по-другому к себе относиться и благословлять свой разум вот этим покровом, духовным покровом. И поэтому, друзья мои, я очень желаю, чтобы каждый из нас понуждался в этой мудрости сегодня, позвав ее сестрой сказать, чтобы она пришла на территорию лично твоей судьбы и твоей жизни и была советницей. Причем, обратите внимание, храни слова мои и заповеди мои скрой у себя. То есть, вот с чего все начинается. Когда ты слышишь Божье Слово, не просто просматриваешь, что оно есть, где-то написано, а оно начинает скрываться у тебя, в твоем сердце. И это нормально, когда мы можем записывать какие-то тексты Писания, которые мы хотим выучить, или Рема, который вы получали как откровение, и носите с собой, чтобы выучить, чтобы запомнить. И чем больше это слово будет вселяться внутрь твоего и моего сердца, тем больше мудрости начинает опускаться в нас. Потому что здесь мы прочитываем, что храни заповеди мои и живи. Вот тогда, когда ты эти заповеди принимаешь, то ты можешь в них жить и учение мое, как зрачок глаз твоих. Это не просто я узнал что-то и отложил в сторону, как зрачок глаз. То есть мы под защитой держим свои глаза, чтобы туда не попадала пыль, что если что-то попало, мы сразу это чувствуем. Поэтому, когда мы храним учение Христа внутри себя неповрежденным, что происходит? Как только приходит инородная информация, мы тут же ее обнаруживаем. Как инородное тело в глазах, мы его сразу обнаруживаем. Нам не надо, чтобы врач нам сказал, а вы знаете, у вас там в глазу очень много песка попало. Почему-то мы идем к врачу и говорим, что у нас что-то попало в глаза. И в этом смысле я хочу, друзья, чтобы мы для себя, поняв вот этот принцип, что сестра может быть мудростью, а мудрость – сестрой. Но для этого нам надо ее позвать. А захочет ли мудрость вселяться в нас? Это уже вопрос нашей подготовленности пути. Приготовьте путь Господу. Он не сказал, что я сам буду готовить ваш путь, вашего сердца ко мне. Он приготовил свою часть пути. А теперь предлагает нам – приготовь путь Господу. Насколько смирение и простота сегодня наша одежда. Это вот такие первые тезисы, которые я хочу сейчас набросать для размышления, чтобы можно было понять, что есть мудрость, как сестра, а есть глупость, которая тоже имеет образ. И об этом мы уже с вами поговорим в следующей нашей встрече. Но сейчас я хочу, чтобы наша судьба она была уже в связке с мудростью, как с сестрой, а с разумом, как с родным. И поэтому наша молитва сейчас будет совместно именно об этом, чтобы премудрость она вселилась после того, когда мудрость обоснуется. Потому что премудрость – это еще высшая степень мудрости. Но чтобы нам принять высшую степень, надо заложить фундамент предыдущей степени. И поэтому мудрость, сходящая свыше, она имеет свои характеристики. Я желаю, друзья, чтобы мы сейчас остановились хотя бы на этом – смирение и простота. Это тех, кого оставляет Господь для последнего времени, чтобы явить свои чудеса и знамения. Поэтому я предлагаю отказаться от любого тщеславия, гордости, от любого самомнения, от уничижения другого человека. Все, что есть из подобного перечня, не нести с собой дальше. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть это право к Тебе сейчас помолиться о том, чтобы наш путь, нашего сердца был открыт для Тебя, был приготовлен для Тебя, чтобы горы не встали и не перекрыли небо, чтобы холмы, они не мешали, а стали рукоплескать, потому что вышли люди приводить в соответствие и в порядок свое сердце, как храм, живущего в нас Святого Духа. Я благодарю Тебя, что мы можем сейчас позвать сестрой мудрость. И пусть в течение недели наши уста это будут произносить. Мудрость, будь моей сестрой, разум, будь моим родным. Я благословляю каждого человека познавать, как же это можно сделать, каким путем нам встретиться с мудростью, и как стать одно с ней. Я благодарю Тебя, что, одевшись в мудрость, мы можем идти по этой жизни и узнавать все инородное, потому что Твое Слово, внутрь нас вселяясь, будет действительно показывать, где соринки, где опасности, где боль, которую можно избежать, которую важно убрать с территории души и судьбы. И я благодарю Тебя за то, что на старте этого года, учебного года, мы можем молиться к Тебе о Твоем благословении для тех, кто пойдет учиться. И мы это делаем, и себя благословляем, и благословляем детей наших, благословляем внуков наших, и говорим, пусть в вашу жизнь мудрость придет, как сестра, пусть в вашу жизнь придет разум, как родной, и будет память освященная, и будет обширный разум, и тот ум, который в состоянии производить великие Божьи процессы. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам эту способность познавать, что есть воля Твоя, благая, угодная и совершенная, и вот этот обширный разум, и высокий ум, пусть будет сопровождать каждого из нас. Я благодарю Тебя за мудрость, разум и ум. И все это в полноте, как было у Соломона, пусть сегодня почиет на церкви, пусть сегодня почиет на каждом из нас. И я благословляю всех людей, кто будет сейчас размышлять над этим текстом. До какой степени мы уже в этой цепочке двигаемся, что за смирением следует страх Господин, богатство и слава и жизнь. И я благословляю каждого из нас познавать эту глубину, познавать эту красоту, познавать эту масштабность Божьей работы внутри нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, мы сегодня только прикоснулись к началу этой темы, но на самом деле, как Соломон туда подошел, что мудрость стала для него и сестрой, и мудрость стала освященным родным разумом. Вот все это имеет тоже свои шаги, постепенные шаги. И об этом мы уже с вами поговорим в следующие встречи. Я желаю, чтобы вы сейчас могли размышлять друг с другом, вместе искать пути. Может быть, вы сами сможете найти, как Соломон туда попал, почему эти обещания Божьи для него стали до такой степени реальными и практичными, и почему в его сердце и даже во сне появилось это желание, которое на самом деле угодно Богу. Я желаю, чтобы мы с вами могли пройти таким же путем и оказаться в позиции весьма благословенные Господом люди на земле, которые мудростью укрыты, как сестрой. Благословений вам в этом общении и в следующее воскресенье у нас будет причастие. Приглашаем всех не оставаться в домах, а уже быть 8 сентября. Уже по известному вам адресу в 11 часов мы вас всех ждем. Благословит тебя Господь и сохранит тебя. Презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом. Субтитры создавал DimaTorzok